Событие, которое сделает осень жарче. С таким лозунгом выступали организаторы массового международного заплыва на открытой воде X-Waters Nuclear, который прошел в эти выходные в Десногорске. Удалось ли им воплотить задуманное в жизнь? Смотрите в нашем большом репортаже. Наконец свершилось. Мы ждали, мы считали дни, мы считали минуты, и вот этот день настал. На календаре 2 октября, а это значит, что сегодня в Десногорское водохранилище нырнут более 200 спортсменов со всей России и даже зарубежья. Пока что над водой растилается туман и ничего не видно, но совсем скоро он рассеется, и мы наконец-таки увидим тех смельчаков, которые нырнут в Десногорскую воду, наполняют через край ее энергией и подарят нам незабываемое зрелище. И ожидания оправдались. Самое впечатляющее – массовые заплыва и обширная география участников. В город приехали 200 пловцов из 50 городов России, Беларуси, Венгрии, Италии и ЛНР. Помощь во встрече гостей организатором оказала администрация Десногорска и Смоленская атомная станция. По их мнению, такое количество приезжих должно положительно сказаться на имиджи и популярности города. Удивляют с лучшей стороны отзывы участников, потому что сказали, что 21 заплыв был. Такой атмосферы, такой погоды, такого места они практически нигде не видели. Мы надеемся, что эти соревнования будут у нас регулярно проходить. Это даст какой-то толчок, во-первых, и для развития плавания на открытой воде и у нас в городе, и вообще привлекать сюда гостей. Это здорово, что люди, в принципе, имеют возможность поплавать в октябре на открытой воде. Больше нигде это нельзя, наверное, только в Средиземном море, поэтому у нас уникальная локация. И все говорят, что очень классный, красивый город. На время соревнований движение лодок на водохранилище было перекрыто. За этим следили патрули службы ГИМС. За состоянием спортсменов также наблюдала целая флотилия судов. Компания по безопасности была организована колоссальная. Инструктаж перед выходом на воду, рации для внутренней связи, средства защиты. Ведь дистанции на открытой воде колоссальные. Самая длинная, к примеру, 10 километров. Сейчас мы можем наблюдать следирующего спортсмена на дистанции в 10 километров. Его от основной группы отделяет приблизительно 1 километр. Он настолько оторвался. Лидирующим спортсменом оказался 24-летний мастер спорта Тимофей Легошин. Он в открытой воде первый год и хоть плавает для удовольствия, уже собрал достаточно золотых медалей в личную копилку. Атмосферно и весело. Ну и необычно по сравнению с бассейном. В профессиональном спорте все-таки все думают только о том, как победить и так далее. Тут люди приезжают разные, которые кто-то настроен на результаты победы, кто-то чисто ради себя, чтобы поучаствовать в таком мероприятии. Для более осторожных участников было еще несколько дистанций. На 1, 3 и 5 километров. Конечно, при таких нагрузках не обойтись без энергии. Подзарядка пловцов проходила прямо на воде. Ребят, на лодке, а чем спортсменов кормите? Делем. Чем? Энергетическим делем. Бананы. С партийным питанием. С партийным питанием. Энергетик. Вода. Орехи. Корабель. Калат. Вкусно и полезно, да? Да. И главное, энергия дает. Энергия, энергия. Интерес к плаванию на открытом водоеме проявляют и в Десногорске. Сразу три работника Смоленской АЭС проверили себя на трех километрах. И стоит отметить, весьма успешно. В арсенале у десногорцев золото, серебро и бронза. Эту же дистанцию для себя выбрал и паралимпийский спортсмен из Венгрии Томми Рокки. Было немного сложно. Было течение, волны. По-разному чувствовал себя в воде. Иногда было полегче, иногда очень тяжело. Солнце уже на финише светило в лицо. Было абсолютно не видно, куда я плыву. Но, тем не менее, мне очень понравилось. Спасибо. Очень хорошо. Всех участников заплыва наградили медалями и призами, которые будут напоминать им об уникальном водохранилище Десногорска. Кроме чемпионов, на каждой дистанции награды получили самые младшие и самые старшие пловцы. Лидеры возрастных категорий среди женщин и мужчин. Но награды – лишь приятный бонус к впечатлениям. Ксения Ложкова, Григорий Шилин, Виталий Степанов, Десна ТВ.